Доброго дня! Если ты себя чувствуешь жертвой, то ты и будешь жертвой. Жертвой тебя сделают обстоятельства и сама жизнь, потому что это говорит о том, что человек или общество не готово сопротивляться, и оно как бы это опускает голову и идет на плаху. Это я говорю об интервью Владимира Зеленского и изданию BBC, потому что Стивен Сакур с этого телеканала фактически за 24 минуты 34 секунды разложил нашего главу государства на молекулы. Естественно, вы версию полную можете посмотреть сами, я ссылочку оставлю в описании. Есть некоторые моменты, которые просто меня, честно говоря, бесят и говорят о том, что Владимир Александрович провел уже полтора года в президентском кресле, но так и нифига, скажу дипломатично, так нифига я не понял. Об этом поговорим, подписывайтесь. Меня зовут Роман Сыбалюк, я корреспондент Униан, а называем здесь вещи своими именами, особенно в части войны и мира. Войны и мира с РФ. Дайте мне ответ, да или нет. Вы верите в то, что можете у Класты подписать мирное соглашение с Владимиром Путиным? Соглашение, которое позволит вернуть наши территории, то есть в том числе Крым, не только Донбасс. Это важно, потому что речь идет о Минских соглашениях, а Минские соглашения, они на Крым не распространяются пока. Кстати, будет другое соглашение по Крыму, и это будет Киевское соглашение. Я верю в это, а в другом случае я бы не шел в президента Украины. Вера вещь хорошая. Можно верить маме, можно верить в Бога. Но когда президент Украины верит в президента Российской Федерации, по-моему, в данном случае лучше быть атеистом. Это очень сложно. Это очень сложно. И тут нам нужна помощь всего мира. Это правда. Радует, что президент Украины говорит, что без поддержки мирового сообщества нам не обойтись. То есть это говорит о том, что никаких там разворотов в внешней политике не будет. Это уже видно, потому что и НАТО, и вот этот визит в Лондон. Кстати, само интервью в Лондоне записывалось. Все это понятно. Но вот дальше есть фраза, которая меня просто сбывает с Пантеллику. Вы прочитали на экране сам вопрос, смысл которого, что я ухожу, потому что я не смог добиться мира, поэтому не могу вас больше представлять. Так, и что нам говорит на это наш дорогой гарант, Йоксель Моксель? Вы знаете, это не проблема для меня. Я сразу говорил, что я не чепляюсь ни за рейд, ни за владу. Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришла другая людина, которая способна закончить эту трагическую историю, трагическую историю между нашими странами. Просто капец. Вы понимаете, это реально какой-то там комплекс неполноценности перед российским президентом. Потому что он уже возлагает вину на Украину. То есть он говорит, если он не справится, то должен прийти другой какой-нибудь президент, который справится. Да, президент Украины. То есть он не понимает того, что это вообще не в полномочиях, не в возможностях украинского государства. Потому что нет украинских танков ни в Хабаровске, ни в Воронеже, ни в каком-то другом российском регионе. И когда говорят, что вот если я не справлюсь, придет другой президент Украины. И он попробует. Ребята, вы вообще дружите с реальностью? Или вы вот этим вот желанием увидеть мир в глазах Путина хотите, я не знаю, его разжалобить? То есть вы реально думаете, что если вы не увидите в глазах Путина желание прекратить войну, то кто-то из других украинских правителей может? Ну слушайте, сколько можно обманывать украинское общество вот этими вот заявлениями, что вот украинская власть может. Украинская власть, независимо от фамилии, может только одно. Оснащай свою армию, реформировать свое государство, быть сильней и говори. Наши дорогие небратья, если вы сунетесь к нам, вы останетесь без своих голов. Точка. Уверите ли вы, что мы станем полноценным членом НАТО? И там еще и про Европейский Союз было сказано в этом интервью. Вопрос хороший, особенно для нашего президента. Почему это важно? Потому что эти же вещи, они не очень часто у нас проговаривались. Я вот всегда говорю, что в сериале документальном «Слуга народа», который моделировал наше будущее, там не было раздела «Внешняя политика». И поэтому вступим мы в НАТО или нет, это важно. Верите ли вы в вступление Украины в НАТО? Я в этом абсолютно убежден. Что говорит наш президент? И как он это говорит? О чем он думает? Где ему болит? Честно говоря, мы сегодня уже стали партнером с расширенными возможностями. Партнером НАТО с расширенными возможностями. Про партнерство с НАТО за расширенными возможностями Зеленський каже, ледве не вперше. Обычно он отмалчуется по этому поводу. Кстати, это может быть даже неплохая тактика, потому что результаты есть. Это факт. И я это признаю. Мы идем до НАТО. НАТО – это безопасность в нашем регионе. Мы это понимаем. Так, это правда, у нас потужная армія. У нас армія 200 тысяч. Мы обновляем технику. Но этого мало. И единственный шанс, я так вважаю, я про это говорю, и США, и Европейского Союза. Всім я скажу, если вы не хотите втрачать Украину, вы должны ее поддерживать. А членство в НАТО – это очень важный сигнал Российской Федерации. И это важная поддержка. Абсолютно правильно. И тут добавить нечего. Я даже хочу сказать «Ура!» Наш президент Зеленский все понимает, что если не Западный мир, который тоже, по сути, беззубый, но тем не менее, военный потенциал у них очень и очень, и без военной, и политической поддержки нам объективно хана. А что дальше? К чему? Или какие аналогии в голове у Владимира Александровича живут? Все начинается с фантазии. Главное – это амбиции и знание личное, в каком направлении ты двигаешься. Потому что сейчас они считают, что это фантазия, потому что русский мишка тут размахивает ядерной дубиной, и на Западе все немножко очканули, извините, и думают, как бы это попробовать уболтать этого российского агрессора, чтобы он прекратил стрелять. Но, знаете, в Западном мире в чем, как бы, сила? Что они же, как и все, развиваются вот так вот по спирали вниз-вверх. Вполне возможно, что придут политики, в том числе на Западе, которые скажут, ребята, типа, сколько можно это терпеть? Что они там, чем они заправляют свои ракеты? Нашими евро и долларами, которые мы им платим за нефть и газ? Подождите, а нам это вообще надо? Мы, а, будем покупать в других странах, и, б, вон, мельницы работают, ветряки. Владимир Владимирович, кстати, если вы помните, одно время очень переживал, что червяки под этими ветряками страдают. И если на Западе придут к выводу, что пусть страдают лучше червяки, чем люди, то и подход к Раши изменится. Вы знаете, честно говоря, война между Украиной и Россией – это тоже была фантастика. Никто в это не верил. У нас семьи были. У нас семьи, которые складывались с людьми из России, людьми из Украины. Мы жили много лет в Российском Союзе, жили плеч о плеч. И действительно, страны повышали одна одна. А сейчас у нас война. Сейчас у нас ненависть. Сейчас украинцы не хотят общаться с россиянами. И поэтому НАТО, если кто-то говорит, что это фантастика, то увидим. Слепый казал по-бачему. Но действительно, здесь движение, сам процесс, он важен. Потому что, слушайте, с безвизом тоже начиналось примерно так. Никто в это не верил. Но потом раз в один прекрасный момент, и все получилось. Но вот этот отсыл к советскому прошлому, я иногда думаю, блин, тебе же 42 года или уже 43. Ну, в общем, ты же молодой человек. Сколько можно думать о том, что было в Советском Союзе? И при чем тут как бы вот эти вот личные отношения между странами, между народами? Потому что, понимаете, это называется все перемешать. Я всегда вам говорил и продолжаю говорить, что с политической точки зрения для нас не может быть хороших русских. Ты можешь иметь, у тебя может быть жена русская, еще там что-то. Ты можешь дружить с гражданами России. Они могут жить в Киеве, во Львове или в Харькове. Все это понятно. Но при чем вот этот личный аспект к тому, что делает Кремль? При чем это к танкам, к пушкам, к артиллерии, к захвату украинских территорий? Вы что, хотите разжалобить кого-то? Вспомнить, когда мы жили одной большой семьей? Да? Но это тупиковый путь. Это просто тупик. И это надо всем осознать. Ну, вы прочитали. Вопрос касался, так а что с вашим крестовым походом на коррупцию? Что, копья уже обломали? Все. Хана, выключай свет. Еще не закончился мой термин президентский. Я, действительно, у меня не было такого политического досвяда. Но я этого не боюсь. То, что я обещаю, я хочу выполнить. И я иду до этой цели. Поэтому у меня вперед все-таки еще 3,5 лет. Я впевнен в себе, впевнен в людях, которые меня окружают. Их не много, но мы команда. Насчет этих людей тоже было очень масса вопросов, почему я сказал, что СНН нашего президента разобрали на винтики. Потому что они про коррупцию спрашивали. Они спрашивали о людях, которые в окружении президента появились с этим пророссийским душком. И это многих возмущает. Спрашивали о бывшем президенте Украины, Петре Порошенко. И, кстати, само интервью, оно так и называется. Порошенко доси думает, что винт президент. Интервью Золенского о BBC. Слухайте. Но это же просто абсурд. Понимаете? То, что думает пятый президент Порошенко, то есть бывший президент Порошенко, это его личное дело. Потому что у нас неизбирательная компания. Думает он так, думает он сяк. Президентом Украины является Владимир Александрович Зеленский. И это очень плохо, что он думает, что Петр Порошенко является главой украинского государства. Потому что это не так. И вся полнота власти сосредоточена у Зеленского. Ну или людей, которые его окружают. И вообще фамилию Порошенко он вспоминал просто неоднократно. Еще раз посмотрите это интервью. Его, кстати, спрашивали Зеленского и про замглавы офиса президента, вот этого Сатарова по правоохранительным органам. А он говорит, что при Януковиче много людей работало. И это вообще все кузни Порошенко. Ну капец просто. Спрашивали его и по поводу того, что он уволил всех реформаторов в своем первом правительстве. А Зеленский вспомнил про кого? Опять про Порошенко, кстати, этот момент. Давайте посмотрим. Это интересно. The one very prominent public figure, so-called oligarch, that you have, your government has pursued with every endeavor, is your political rival Петро Порошенко, the former president. I believe there are 15 cases now outstanding against him. And yet many other олигархs who have allegations surrounding their financial activities remain completely untouched. It's only Порошенко that you seem determined to go after. Why? Честно говоря, я не впливаю на правоохоронные органи. Але це правда. С самого початку я їх збирав і новий склад, я їх збирав і говорив, будь ласка, немає своїх чужих, всі олігархи, будь ласка, вони повинні жити за законом. Порошенко один з цих олігархів. Я не впливаю на життя пана Порошенка, і слава Богу, він мене в принципі зовсім не цікавить, що з ним відбувається щодня. Я вважаю, що всі рівні перед законом, і це повинно відбуватися, і кримінальні справи, які є проти тих чи інших високопосадовців колишніх, кримінальні справи, які є проти бізнесменів, які вкрадали гроші, чи ймовірні вкрадачі цих грошей, вони повинні бути перед судом. Не знаю, мені кажучи сам, але такі заявлення, вони в конечному ітогі просто демонстрирують беззубости действуючої власної команди, тому що, ну, ви можете Порошенка называти скільки угодно президентом, ой, президентом-олігархом, але він, якби, не один у нас. Нет, президент-олігарх був один, а от олигархів багато. І нам же, вроде, як обіщали боротьбу з олигархами, со всеми, а не тільки с одним. І в конечному ітогі, цей концепт приведет к одному, що політичні рейтинги Петра Олексійовича тільки виростуть, ну, прийшов не тільки Петра Олексійовича, в тому числе, за счет кого? Правильно, за счет рейтинга Зеленського, которому оно, вроде как, не дорожит. Но, да, Украина, это не Россия. У нас все равно більше ста процентов быть не може. Це в Росії може бути 148% на виборах, у нас нет. Вопрос. В Європі, говорят, ви увольняєте или уволили реформаторов в вашем первом правительстве. Зачем ви це сделали? Які такі реформисти були в нашій країні, коли я став президентом? Розкажіть мені, будь ласка, що ж вони так сильно реформували, що в наша країна летіла в прірву і всі про це говорили? Володимир Александрович, так це ж ви їх назначили. То есть, ви назначили тех, хто ввел нашу країну в прірву. По-моєму, це не дуже логично. То є, таким образом, отмазуватися. Тому що, якби, Запад, як нам недавно об'яснили, не банкомат, і деньги дають тільки під реформу. І, відповідно, їх вот ці претензії, ну, їх понять можна. Ну, і, кстати, претензії українського об'єства теж. У нас же все хочуть реформу. Правильно? Или нет? Я поважаю Майдан. Ми поважаємо пам'ять загиблих. Я патріотична людина. Я президент України. Я б ніколи не призначив людину, яка розгоняла людей на Майдан. Те, що це піднімають засоби масової інформації, якими володіє пан Порошенка, мені це відомо. Всі це знають, що у нас був олігарх-президент. Окей, ми пройшли цей час. Ми пройшли цей час. Але йому досі здається, що він президент, він фінансує ті чи інші засоби масової інформації, якими володіє. А є багато у нього засобів масової інформації, якими він не володіє. Ну, і от, ця фраза, вона звучить не в перший раз, о том, що Порошенко думає, що він президент, говорить об цьому Зеленський. Я не знаю, я вам честно хочу сказати, ви можете голосувати за любі партии, тим більше у нас щас містні вибори в обозримому будущому. Ну, согласість, по-моєму, здесь какой-то логічний з'як. Ну, не Порошенко главний враг Зеленського, як президента України. Ми ж не розсмітрим його исключительно, як фізичне лицо. Мені б хотілося, щоб в нашій країні називали віщі своїми іменами. Точно також, як я. І, да, підписуйтесь на мой YouTube канал. І не жили в іллюзіях. Тому що читайте у Ніан. І, кстати, якщо ви мій принцип жизни одобряєте, о тому, що не треба себе самово обманувати, заходите ко мене на Патреон. Тому що підтримувати канал з поєтичним названням Роман Сембалюк ніколи не буде лишним. Чао! Сембалюк Роман, агентство Ніан. Дмитрий Сергеевич, если позвольте, два вопроса. Президент України Зеленський в інтерв'ю BBC заявил, що він верить в заключення мирного соглашення з Путиним, котре позволить вернуть і Крим, і Донбасс. І вопрос номер один. А верить ли Путін в це соглашення з головою українського держава? Ну, головне урегулировать проблему Донбасса. Проблема Крима не существує, і она не може существувати. в рамках отношений России з якими-то странами. Але ви знаєте, що Россія прихладувала і буде дальше прихладувати в рамках возможностей, усилия для того, щоб помочь Україні решити проблему Юго-Востоку. і вернути контроль за цим регіоном, відповідно, Україні, якщо ми говоримо о Востокі України. Менхи. Читайте вінські договорённости.